здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала постоянные зрители коллеги рада вас приветствовать на нашем канале youtube витавиртус веритес сегодня сделаю такой расклад на тему будем ли мы вместе давно я не делала этот расклад он будет подробный такой подробность анализом посмотрим сегодняшнюю сегодняшнюю ситуацию посмотрим чувства эмоции как вас партнер видит как вы его видите если какие-то моменты которые будут вас связывать будущем что у вас очень сложится стоит ли ждать в чего стоит ждать от этих отношений что они вы принесут что они вам дадут в плане опыта в плане финансов плане уроков подробный такой расклад поэтому три варианта я стараюсь выгоделать все-таки расклады так анализируясь на ваши комментарии на вас сообщения по статистике что больше нравится то я и делаю поэтому расклад подробный вот первый вариант на царь по классике нас уже царит классика первый вариант люблю очень колоду это все люблю это люблю любят любят и как такие уже проверенные второй вариант будут на золотом 2 ренессанс и третий вариант арунифертари поэтому здесь нужно выбирать не карту здесь нужно заказывать колоду итак первый вариант колода цари и не убираю коробки на что в избежание потом комментариев ставишь как колода называется а что я оставляю коробки для тех кто тоже интересуется кто работает с картами начнем будем мы вместе и так что у вас на сегодняшний общая характеристика еще что у нас на данный момент у вас происходит женщина переиграла женщина победила осталась с разбитым сердцем очень долгие длительные ожидания же сама ничего не хочу не уже все надоело уже сомнительно это счастье а нужно ли мне она и женщина которая добивается определенной цели королева жезла женщина не важно кто какого знака зодиака это характеристика женщины женщина независимая эта женщина самостоятельно это женщина которая может что-то делать может иметь свой бизнес либо многих правил проигрывается знак знак зодиака на знак зодиака значит обним KARGO королева жезлов с шестеркой жезлов это очень сильный характер принципе из этого из-за этого сильного характера сердце в принципе разбит потому что чем женщина сильнее чем женщина независимы тем у него больше и требований тем и по сути сначала facile личные жизни сложнее в личных отношениях поэтому здесь уже такое разочарование вы уже не ждите ничего хорошего, по сути, вы уже не ждёте этого счастья, вы уже не ждёте, даже не знаете, вы уже сами не уверены, принесут ли вам эти отношения и счастье. Здесь можно восстановить всё. Просто вы ждёте каких-то шагов от мужчины. Мужчина ничего не делает. Либо выбрали такую ситуацию, когда вот если он, мужчина начнёт действовать в мою сторону, если он извинится, потому что кубки — это эмоции, если он что-то скажет, если он что-то предложит, если он будет что-то делать в направлении, либо касаемое восстановлению отношений, тогда да, тогда, наверное, возможно что-то, но здесь уже такая неуверенность, а нужна ли мне эта семья, нужно ли мне это счастье, вообще нужно ли мне это вообще. Что за гаданный человек чувствует к вам? Неуверенность в себе. Возможно, отношения не совсем открыты, возможно, тут кто-то не свободен. Не всегда любовный треугольник, но в большинстве случаев повешено, это сигнификатор того, что в отношениях есть какая-то неразрешенная проблема, либо есть третьи лица. Но на чувства, давайте так, у него есть к вам чувства, у него есть к вам страсть, у него есть к вам желание, то жертвов — это уже как бы серьёзно, это не пожить даже. Но, да, страсть, да, огонь, но дальше идёт повешенное. Недостаточно, недостаточно этой страсти, недостаточно этого огня, и здесь мужчина в себе не уверен, как в мужчине. Он, по сути, как бы, что, ну, ну, люблю я тебя, ну, нравишься ты мне, ну, испытываю я чувства, а что дальше? Дальше пошли страхи, дальше пошло, что нам нужно принести в жертву, нам нужно принести в жертву себя, свой образ жизни. Страхи, 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 Паш Мечей. Либо женщина состоятельная, либо женщина замужем, под повешенным лежит император. Ой, под повешенным лежит императрица. Смотрите. Либо это отношения дозат матери, страхи. То есть у него какой-то есть определённый стереотип, страх перед женщиной, либо страх перед зрелой женщиной, несостоятельной в статусе, который что-то может, в которой все дороги открыты. Либо он боится видеть вас, свою жену. Тоже вариант может быть. И может быть, как если есть не очень хороший опыт от матери, потому что часто ещё императрица – это мать. То есть если у матери не сложившаяся личная жизнь, либо мать как-то относится к личным... Вот мать, допустим, использует мужчину, наоборот, мать всю жизнь ищет сильного мужчину. Потому что есть сомнение такое, вот способен, не способен, через призму своих страхов. Он боится любить. Он боится любить. Ну, либо вообще на будущее он не видит вас, как своей женой. Ну, есть у него страхи, он боится. Какие ещё эмоции? Соревнуется с вами, конкурирует. Чувства здесь есть. Чувства он показывать не будет. У него есть любовь, но она тайная. Потому что я спрашиваю, какие у него эмоции по отношению к вам? Он борется с ними. Он борется с своими чувствами. Он борется со своими эмоциями. Его к вам безумно тянет. Либо он их скрывает, либо потому, что эти отношения тайные. Но чувства он показывать не будет. Почему? Потому что он считает, что это глупая ситуация. У нас тайные отношения. Я ничего показывать не буду. Чувства показывать не буду. Защищается. Это человек держит своё пространство, держит свою зону комфорта, держит... Ограждается. Не подпускает близко. Человек запрещает себя любить. Можно так ещё сказать. Как он вас видит? У него нет чёткого представления, он уже не хочет думать о вас. Он боится думать, потому что здесь слишком всё хорошо. Потому что здесь нужно действовать. Нужно использовать шанс. Он понимает, что вы его шанс на какой-то рост, на действие, на что-то. Но сейчас либо у вас в отношениях пауза, потому что как он у вас видит, как отношения... Ну, не в мёртвой точке, а отношения в паузе, есть шанс, но нужно действовать. Нужно сейчас как-то делать шаг вам навстречу, что-то предпринять и действовать по направлению к вам. Чёткого представления нет, но однозначно вы для него удача, вы для него что-то такое счастливое, радостное, интересное. То, что даёт ему шанс на продвижение в дальнейшем, на какое-то движение в дальнейшем. В каком образе... Давайте смотреть, в каком образе он вас видит. Страстная, активная дьявол, женщина с сильным характером. Сейчас вы на него обижены. Вы ревнивая, как он вас видит. Да, тут уже была и так, женщина-победитель. Но вообще же женщина с чувствами ревности... Дьявол это ещё сильные энергии. Женщина, которая его переигрывает, женщина, которая может им управлять. Но вообще страстная, интересная и... Потому что он боится. Вы либо расставались, либо расстались. Либо вас как разрушение расшлись все по-разному. Он не знает, как к вам сейчас относиться, потому что, по идее, он всё разрушил. Он всё разрушил, он ушёл, он уплывал к другим берегам, он всё испортил. Он считает, что вы должны... По идее, вы сейчас не должны его прощать, вы должны быть на него обижены, вы должны быть на него злые. Он... Не знаю, здесь либо такая до безумия сильная женщина, которую он боится, но не факт, что боится. Здесь он не знает, как вас воспринимать правильно. То ли вы бывшая, то ли не бывшая, то ли сейчас шанс на восстановление разрушена, не разрушена. Потому что в каком образе... Ну, у него много разных образов, да, сильная, страстная, но в данный момент, в данный момент, когда мы смотрим, он считает, что вы на него злые, обижены, потому что, ну, здесь человек вас уже достал. Либо было расставание. Самое главное, посмотрим, что вас будет связывать с этим человеком в будущем. Вообще, если у вас будущее, что вас может связывать в будущем. Ну, если здесь выбор... Здесь можно сделать звезда, звезда выбора, если сделать правильный выбор в пользу своих мечет, либо в пользу своих желаний, либо в пользу своей путеводной звезды, то есть какой-то цели в жизни, то здесь могут связаться... Это карта ребёнка. Карта ребёнка, либо каких-то шагов, либо каких-то действий, но в первую очередь это ребёнок. На вопрос, что вас может связывать, да, вас могут связывать дети. Это может быть. И если тема детей не актуальна, то могут связывать ваши мечты и цели на будущее. То есть если он видит вас, человека, который может воплотить его мечту, его цели в жизни, то, в принципе, он может сделать выбор в пользу вас, потому что вы каким-то образом можете помочь ему шагать в сторону его мечты, потому что у него есть определённая цель, у него есть мечта, у него есть определённое представление, чего он хочет в жизни. Что ещё вас может связывать? Быть с ним тяжёлый, но вы у него ассоциируетесь. Ну всё равно будет комфорт, будет быт, будет налаженный. Не знаю. Здесь стабильность определённая есть, она больше идёт от вас, но комфорт быт будет. Вот почему болезненная. А, здесь ему-то будет хорошо, замечательно. Здесь женщина будет постоянно эмоционально переживать за то, что происходит, потому что почему вы будете переживать, за что вы будете переживать. Вам будет очень тяжело. С этим человеком очень тяжело выстраивать отношения. Очень тяжело выстраивать. Вы постоянно будете под него подстраиваться. Это сложно. Это сложно. Вы будете, руки будут опускаться, будете думать постоянно, а нужно ли мне, зачем это вообще, зачем я в это ввязалась. Чего можно, что можно ждать, что можно ждать от этих отношений. Брак. Можно ждать от этих отношений, официальный брак. Ну и то есть будет любовь. Здесь проблема в чём? Проблема в том, что женщина выкладывается на сто, а мужчина на половину. Да, здесь можно ждать от этих отношений и восстановления справедливости, и чувства. Мужчина раскроется, мужчина покажет свои чувства, мужчина покажет свои эмоции, даже начнёт как-то вкладываться, я не умею, давай попробуем, давай попробуем в союзе что-то сделать. И чувства у него есть. Здесь проходит чувство между мужчиной и женщиной. На что нужно рассчитывать с ним? Ну здесь пошли уже старшие арканы, кармический урок. Какое-то время будут отношения на расстоянии, причём в скором времени у вас возможно появится шанс на восстановление отношений, если у вас вы находитесь в паузе. Здесь как первопобеда, как они совсем, вот идёт восстановление, но это не совсем те отношения, которые вы ждали, потому что здесь разочарование. Я его получила, и что с ним делать, и зачем мне это всё было нужно. Но брак и отношения здесь могут сложиться. Какие опыты, знания? Ну слушайте, с этим человеком вы из любых ограничений выходите и научитесь действовать. Возможно, мужчина здесь тоже научится действовать. Но это, знаете, первый вариант, как отношение, сама цель. Столько уже потрачено, столько уже сделано, надо уже добиться, надо уже окончательно дойти, вот получить результат, потому что вы видите результат, вы хотите этого результата добиться, прийти к этому результату. Такой, в принципе, основной опыт будет. Вы просто ещё раз убедитесь в том, что вы тот человек, который всегда может получать то, что он задумал, то, что он хочет. То есть ваши желания и через ваши же действия не волшебным способом, а они действительно сбываются. То есть вы можете добиваться любого человека, любой ситуации, любого действия. То есть вы знаете, чего вы хотите, и вы можете это делать по уму и, в принципе, осознанно, не делая ошибок. Итог. Оправдает ли он ваши... Да. Ну, как бы, вы любите здесь любовь. Оправдает ли он не так быстро, он не готов, он не созрел. Первый вариант, да, здесь возможно семья, и здесь выпадал официальный брак. Какой итог? Оправдает ли он ваши надежды? Да, оправдает, но наплачетесь вы с ним ещё. Да, он оправдает, не так быстро, пути ещё не открылись, дороги ещё не открылись, это ещё невозможно, но в дальнейшем вы можете быть семьёй, но не сейчас. Не знаю, когда сроки, здесь тяжело говорить в общих раскладах, у каждого своя ситуация, то самое главное, помириться. Первый вариант, у вас неналаженные отношения, но, допустим, оправдает ли, стоит ли ждать, или стоит ли надеяться. Если вы хотите с этим человеком семью, да, она возможна. Пока как бы не готовы, пока, называется, ну вот, не время, не время ещё действовать, не время воевать, нужно отдохнуть перед боем, либо вы ещё не готовы к этой семье с ним, у вас фундамент не сложен, вот как бы, вам ещё надо делать какие-то дела, либо закончить какие-то свои вопросы, но пока называются эти отношения, вот, не время, но они могут быть. То есть кубка и десятка кубков это семья. Второй вариант, золотая колода ренессанса. Будем ли вы вместе? Общая характеристика ваших отношений на сегодняшний момент. Так, шанс на отношения. Начинается всё с дружбы, здесь будет такая дружба, переходящая в любовь. У кого-то может проиграться новое отношение, либо как отношение зарождающиеся. Но здесь пока оба человека заинтересованы, если смотрите на мужчину, то мужчина тоже заинтересован, чтобы в них вкладываться. Потому что здесь как начало взаимообмена, либо шанс на взаимообмен. Если давно знакомы, то просто такая ситуация, когда непонятно то ли дружба, то ли любовь. Но здесь очень тёплые отношения. С тройки кубков начинается либо близкие друзья, либо близкие люди, либо действительно у вас так сейчас рождается какой-то такой интересный союз. Потому что две тройки, тройка по тройкой. Это действительно союз, когда оба заинтересованы в продолжении. Что получится, не знаю, сейчас посмотрим. Но здесь внутренний дискомфорт. Почему дискомфорт? Потому что с одной стороны очень много пентаклей. Очень важен вопрос. Пять карт пентакливых. Четыре, вернее, пентакливые карты для этого дискомфорт. Либо какая-то у вас тема денег, либо тема работы, либо тема финансовой состоятельности, несостоятельности, либо для того, чтобы эти отношения были, нужны деньги. Рассматривая загаданный человек как шанс на отношения вас, но очень приземлённый. Либо ещё человек, действительно очень приземлённый, который оценивает всё с точки зрения даже не выгоды, а здравого смысла. Здравого смысла должно быть по всему обоснование, что из этого получится, стоит ли игра свеч. Он не настолько эмоциональный, он больше такой рассудительный. Реально смотрит на вещи. Возможно, не мечтатель совсем. Но для него самое главное в отношениях это какая-то основа и материальная база. Поэтому он очень долго будет вас изучать, он долго будет присматриваться не потому, что у него там ревности, подозрения, а потому, что прежде чем семь раз отмерь, один раз отрежь, он будет долго изучать, ходить вокруг да около, потому что он заинтересован в союзе. Второй вариант. Человек заинтересован в нормальных, полноценных отношениях. Что он там за положение дел? Почему? Вот женщина выпадает... Ой, а вы парой выпали. Вы прям парой выпали. Королева Пентакли, король Пентакли. Мужчина, скорее всего, увидит вас своей парой. Единственное, опять тема денег. Одни Пентакли. Либо вы состоятельны, финансово стоите как-то на ногах, либо тема денег очень важна, либо еще, может быть, просто самый простой пример, это второй вариант муж и жена. Да, вы парой, вы в совместном проживании, и тема денег, тема имущества для вас очень важна. Но еще раз, здесь отношения более зрелые, более рассудительные, более такие обоснованные. Стоит ли нам быть вместе? Будем ли мы вместе? Зачем мы будем вместе? Имеет ли смысл? Потяну, не потяну, смогу, не смогу, прокормлю, не прокормлю, ну и так далее. Но здесь будет такое длительное ожидание, медленное. Пентакли и карты, они все медленные. Здесь вообще все будет очень медленно развиваться. Вообще такой вариант, что можно долго дружить. Можно долго дружить, долго присматриваться. Какие он чувства испытывает к вам? Опять Пентакли. Боится, что он вас потеряет, ему очень сложно. Взвешивает сейчас все за и против. Здесь есть какие-то законные ограничения, беззаконные обязательства. Его интересует ваш статус, его интересуют ваши возможности. Но опять же, у него чувство, что он вас теряет. Ему нужно знать. Если взрослые люди, то ему нужно знать в разводе, не в разводе, бывшие отношения, прошлые отношения. Вообще вот, потому что чувство, он хочет честности. Он хочет честности изначально, чтобы вот не... Часто говорит, когда человек смотрит на честность через девятку жезлов, как обжигался. Ну, была уже какая-то неправда в его отношениях, поэтому он заранее все перепроверяет, потому что карта такая опасная, она не совсем бездуховная, то есть это немножко этот марсельская таро, но все равно он боится потерять изначально, ну вот, хочет, чтобы изначально все было по-честному. Что он еще к вам чувствует? Либо вот тут еще чувство, не... Почему все императрицы-то пошли, а? Он переживает за статус женщины. Либо жена, либо в статусе, либо старшая, либо женщина очень яркая, эмоциональная, дорогая, статусная, эффектная. Либо он вас так видит, на сегодняшний день вы главная женщина в его жизни. Чувство прекрасное, чувство, ну, называется, не была бы она такой прекрасной, не было бы столько страданий, потому что он переживает, он очень переживает, он за этого страдает. Он хочет правду, он хочет какой-то, чтобы не влюбляться раньше времени. Либо такой просто осторожный. Ну, похоже на начало отношений, когда люди присматриваются, либо когда люди долго живут. Если это ваша жена, вот если вы его жена, смотрите на мужчину, тогда вот как, какие чувства, как главная женщина в ее жизни, но через солнышко, это семья, жена. Здесь может быть какая-то трагедия. Может быть, по второму варианту у вас действительно в семейной паре какой-то разрыв. Тоже может быть, потому что король Пентакли, да, мы Пентакли. Может быть, вы просто одной стихией, либо вы такие приземленные оба. Как он вас видит как женщину? Очень зажиточная, очень много тайн, это очень мудрая женщина, интересная женщина, таинственная женщина, хорошо зарабатывающая, и идущая вперед, смотря, смотря. Не знаю, второй вариант, мужчина хочет с вами идти в будущее, он рассматривает вас как, пока вы для него неизвестны, очень хорошо второй вариант проиграется для новых знакомств, либо когда у вас вот отношения, вы дружите, дружите, встречаетесь, но не переходит ни во что серьезное. Тоже очень хорошо проиграется. Но рассматривает вас как женщину с хорошей работой, с хорошим состоятельным. Вот это карта финансового результата, причем хорошего. либо свой бизнес очень хороший, с высокодоходным, либо человек с хорошим налаженным бытом. Да, очень много тайн, не понимает, не знает, возможно, вы занимаетесь чем-то эзотерическим, либо изучаете что-то такое интересное, но с вами можно идти в будущее. Как он вас еще видит как женщину? Если вот про чувства не о чем рассказывать, такие вот приземленные все карты восьмеркой Пентакли. Ну, как-то женщина, которая умеет работать, женщина, которая достигла успеха, имеет одни Пентакли, которая очень быстро поднимается, которая очень быстро развивается, которая находится постоянно в движении, в скорости, в общении, в контактах. Не знаю, строит свое гнездо, строит свой дом, строит свой быт. Ну, гнездо это так уже. Активная, по всем жизненным позициям добившаяся успеха. Очень красивая, дорогая, тоже красивая, дорогая. Еще императрица, стейная жрица, мечта, мудрая, успешная. Нет, очень высоко вас ценит мужчина и видит вас как-то вот в образе, образе дорогой, эффектной, интересной женщины, у которой, конечно, очень много тайн в жизни. Самое главное, что вас будет связывать с будущим, и вы же это будущее настроен серьезно, здесь могут быть любовь-отношения, если примете решение, но здесь он очень боится, что эти отношения очень быстро закончатся. Разрушение идет от вас. Он как чувствует, он боится эти отношения, потому что он считает, что женщина эти отношения закончит. Девятка Пентакли очень успешная, дорогая, красивая, которая на рай в шалашении согласна, а он всего лишь в садне кубков. Он боится, он очень хочет, у него четкое намерение, он боится даже идти в любовь, хотя вас может связывать любовь, может связывать союз и официальный союз. Туз, мечей, двойка кубков это предложение, потому что он вам сделает предложение башни. Иногда башня, блядь, уточню. Нет, он боится, что женщина, нет, он боится, что женщина не согласится на этот союз, что женщина, может быть, конечно, сомнения в себе, как в любовнике, что женщина очень высокие требования к любовнику. Здесь может быть будущее, но здесь женщина не видит будущего, либо мужчина смотрит, так рассматривает женщину, что он ей не подойдет. Если это пара, то он считает, что этот союз будет разрушен. Он считает, что здесь женщина примет решение и разрушит эту пару. Он как мужчина, как мужчина, он ее уже не устраивает, как любовник, он ее уже не устраивает. Женщина достаточно сильная, успешная, которая принимает решение. Здесь может быть, но если вы, причем здесь как-то может закончиться, только начавшись. Очень много страхов. Вообще, загаданный человек, которому варианты очень боится, поэтому такие медленные все карты и очень сильно ему волнуют деньги. Что вы можете ждать от этих отношений? Они начнут быстро развиваться. Да, они могут начать быстро развиваться, когда человек полностью узнает все ваше прошлое, либо когда вы ему откроете это прошлое, либо освободитесь от прошлого. если вы позволите быть этим отношением, женщина, если позволит, то мужчина, в принципе, редко такие варианты бывают, мужчина настроен на серьезные, на брак, он даже готов брать ответственность. Если у вас есть дети, то мужчина даже готов брать ответственность. Берет ответственность за ваших детей. Может быть, он не может за них взять ответственность, юридическую, но как бы он даже готов быть с ними, потому что ну вот как-то так. Может быть, ваши общие дети, но здесь мужчина, здесь можно ждать, как-то он вас просто не... Как-то он вам... Вы как-то боитесь не вступать в отношения, не уверены. Что он даст вам в финансах этот мужчина. Нет, он будет двигаться. Да, у него как-то сразу не будет получаться, но у него есть стабильность, у него есть стабильная зарплата, у него есть стабильный доход, хочет чего-то большего, вырвется, получается, по магу добьется того, чего хочет он не сразу, но постепенно, через какой-то период времени, он станет на ноги, у него будет стабильный доход и стабильные накопления. Он стабильный, вообще во всем стабильный. Он даже если хочет идти в отношения то хочет идти в отношения с полной уверенностью что они будут и давать посылку к самое главное вот ваши надежды если вы допустим будете возлагать на этого человека надежды они оправдаются или нет оправдаются вот ваши надежды и вы поверите если доверие на него смотрите не понимаете почему не видите на у него императора либо он моложавый либо он такой незрелый либо вот какой ну либо у вас есть муж до другой человек император потому что вы все вы здесь качей который смотрит он сомневается в том что он должен эти отношения луна страхи вы боитесь что этот человек не станет для вас опорой не возьмет за вас ответственность нет он будет все что угодно делать но не сразу у него будет такой период когда маг ну молод еще но на самом начале пути но он четко знает чего он хочет это человек который добьется в дальнейшем чего-то надо просто подождать говорят хороших гонщик выбирают щенками вы как сомневаетесь в нем что он не император вам нужья не годится сложные отношения человек на которого вы смотрите он совершенно он не знает что он делает а вы рассматриваете его только как для отношений но вы пока не видите на что-то серьезное вы понимаете что эти отношения с этих отношений могут получить только легкие встречи легкие опыты флирк отношения для удовольствия для развлечения мужчина вот либо смотрите на мужчину то он более как-то серьезно к этому ко всему подходит он долго будет думать и потом будет что-то предлагать либо не предлагается но он боится того что вы ему откажете третий вариант второй нефертари будем либо вместе загадываем человеком посмотрим что в данный момент происходит в отношениях что в данном вот общая характеристика что вас данный момент происходит в союзе вы трудитесь отношениями женщина активно один мужчина здесь берет ответственность отношения возможно либо так очень откладывается на отношениях или не совсем честно не слуна либо любовные отношения либо мужчина появляется пропадает появляется пропадает но в разные может быть историка бы луна это всегда сигнификатор какой-то тайны есть что-то вот не так что это вот не освещено что-то у нас в тумане любовные отношения третий вариант любовные отношения возможно вы проживаете вместе но здесь все равно как это вот вас как-то до конца еще не расставлены точки потому что здесь оба человека заинтересованы в союзе но спиной мужчины стоит какая-то незаконченная история ты серии когда женщина уже определилась а мужчина еще нет либо он определился на что-то еще не доделал какие-то шаги доделал но здесь оба заинтересованы вкладываться и трудиться в этом союзе так два короля здесь да здесь вроде бы женщина определилась а есть еще мужчина есть еще мужчина который вас во многом ограничивает во многом ограничивает вы не можете двигаться как удачу вас забрали вы не можете двигаться так как было раньше так как было вот как-то по судьбе возможно бывший муж давайте так очень проиграть третий вариант если все оба человека вот в этом в этом варианте после расставания мужчина какая-то незаконченная история не обязательно у всех браке может быть кто так с кем-то встречался у женщины незаконченная история причем вот этот мужчина который у женщины находится на расстоянии мечевой король с помощью которого это все остановилось она двигалась 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 а потом перестала двигаться как он ограничивает воздействие ограничивает вас счастье ограничивает вас судьбе ограничивает вас в развитии это возможно бывшие возможно что выпал император у кого-то проиграется бывшие мужья у кого-то проиграется просто как бывшие отношения которые просто мешает Ну, вот есть у вас какая-то черевоточинка, но оба человека, по третьему варианту, заинтересованы в этих отношениях. Женщина выбор уже сделала. Мужчина пока просто работает, но мы вот здесь вместе вы. Какие чувства испытывает загаданный человек к вам? Потому что он сумасшедший, безумная сила дьявол, это безумная сексуальная привязка. Мужчина влюблён по уши, мужчина на вас, не знаю, завис. Низ, очень, не знаю, как приворот, токсичный. Нетоксичный мужчина безумно. Безумная сексуальная привязка, серьёзнейшая. Хочет, это называется, женщина очень сильная, женщина, которая может им управлять, женщина, которая может им манипулировать с помощью своей силы, с помощью своего интеллекта, с помощью своей женственности и с помощью секса, конечно, по дьяволу. Женщина обладает достаточно мощной энергетикой, которая может управлять, и мужчина с ней, вот он начинается с короля жезлов, такой весь такой крутой, деловой, независимый, а рядом с ней он влюблённый король, он растворяется, он просто сходит с ума, растворяется в вас. Что он ещё чувствует? Там, если честно, тут как-то перевязанность на грани, на грани страданий. Вы для него сейчас весь мир, это тоже для него, в принципе, такое ощущение, что он сейчас ограничен во всём, вы для него весь мир, из-за этого он тоже переживает, но он понимает, что до поры до времени. Есть ещё страх такой, что эти отношения до поры до времени, потому что здесь вот луна уже называется, ложка дёгтя в бочку мёда. Здесь постоянно страхи, страхи, правильное сделал, неправильное сделал. Но чувства здесь есть, и как бы он заинтересован, и чувства есть, и привязка есть. Но на чувства выпадает сила, да, это безумная страсть, это желание быть вместе, это желание женщины. Женщина очень яркая, очень сексуальная. Но страдает от чего? Потому что он боится, что это до поры до времени, это может рано или поздно всё закончиться. Как он вас видит, как партнёра, стабильное что-то. Слушайте, хорошо он видит, вы как семья, вы можете проживать вместе. Либо стабильное отношение, солнышко, но с обманом. Марсельская Таро, это планы на будущее. Построение планов на будущее, он считает, что это всё не совсем... У него было определённое видение того, как сложатся отношения. С вами. А оно как-то пошло не так, не по плану всё пошло. Но всё равно вы пара, вы союз, вы семья. Он считает вас своей семьёй, он считает вас своим человеком, своей женщиной. Единственное, всё пошло не так быстро, как он хотел. Вообще не по программе, не по плану. Какие вы... Какая вы в его мыслях? Основательная, конкретная, умная, честная, справедливая. С чётким видением своей позиции, отстаиванием своей позиции. Но вы воин. Вы воин, вы отстаиваете эти отношения, вы отстаиваете свою жизненную позицию, своё видение жизни, своё видение мира, ну и так далее. Такой борец. Что вас будет связывать в будущем? Смотрите. Здесь такая ситуация, башня, да? Да, вы рано или поздно можете расстаться, можно и так это прочитать. Если здесь кто-то до сих пор не в разводе, то эта башня будет считываться, как необходимо совершить действие, развестись, чтобы закончить эту историю с любовным треугольником. Если все свободны, то что вас будет связывать в будущем? Если эти отношения разрушатся, то они разрушатся на эмоциях. Из-за ревности, из-за какого-то скандала. Это бурные эмоции, когда вот так вот резко всё хорошо-хорошо, потом глупая ссора, скандал с оскорблениями, действия по совершённой на эмоциях необдуманной, спонтанной за ревность и башню. Причём две личности такие эмоциональные. Здесь есть любовь, здесь есть чувства. Здесь как-то всё на грани ревности, на грани с дьяволом. Как такая борьба в отношении двух скорпионов, когда каждый друг друга может ужалить и убить. То есть от любви до ненависти один шаг. Причём сумасшедшая любовь, сумасшедшие чувства. Если скандалы, то чуть ли не до, не знаю, придушить друг друга можете. Здесь вот в этом проблема, что есть крайности, очень много крайности. Либо, если это любовный треугольник, надо закончить, потому что через разрушение идёт семья, стабильное отношение. Либо вы семью свою можете разрушить какой-то глупой, глупой историей. Что вы можете ждать в этих отношениях? Иллюзии, удовольствия, исполнение всех своих мечт. И мужчина, в принципе, ваш. Мужчина вкладывается материально, мужчина о вас заботится. И как исполнение, получение удовольствия от своих мечт, фантазий, всего задуманного. На что вы можете рассчитывать? Да, вы можете здесь рассчитывать на пару, но здесь в такой степени эмоциональные люди, третий вариант, что вы можете действительно сами разрушить, развернуться и разойтись. Как-то резко тужело в башне, причём любя с чувствами и с эмоциями. Как бы на принцип. Я сказала, ты сказала, и всё. И вот два сумасшедших. Какой вы опыт повинете из этих отношений? Ой, тут очень много работы. Прям вот в этих отношениях вы чувствуете себя... Вы полопара император-императрица. Нет, прям опыт в семейной жизни. Здесь называется работа, совместный труд, кропотливый труд над семейными отношениями. Могу сказать, что в этих отношениях и вы почувствуете себя женой, и мужчина почувствует себя мужем. Но тут... Ладно. Опыт семейной жизни и проработка семейных отношений пары. И оправдаются ли ваши надежды? Ну, здесь уже как бы нет оправданий ваших надежд, потому что вы думали, что всё будет по-другому, но здесь можно начать всё заново. Всё пошло не так. Вы слегка разочарованы. Уже не такая страсть. Уже есть охлаждение. Вы уже как-то по-другому это всё воспринимаете. Но страсть ещё осталась. Вы всё равно в этом человеке видите своего мужчину. Вы всё равно в этом человеке видите своего мужа. Здесь не совсем полностью оправдаются надежды. Всё будет совершенно по-другому. Будет совершенно другая форма общения, другая форма семьи, другая форма союза. Обретаете определённые знания, становитесь умнее. Возможно, пока есть страсть, пока не охлотела, пока вы вместе. Никто не может гарантировать, насколько это всё затянется. Самое главное, здесь чувства есть, интерес есть, тяга есть, страсти есть. Простых вариантов не бывает. Но мне не нравится то жерло в башне. То есть эти отношения могут закончиться в любой момент, причём по-обоюдному согласию. Когда все психанули, развернулись, хлопнули дверь и ушли. Ну, это вот такая вот глупость, наверное, но вот так вот у вас может быть по третьему варианту. Но может и не быть, это всё зависит от людей. Каждый сам делает свой выбор. Но вы в этих отношениях действительно раскрываете себя как женщина. Вот с этим мужчиной вы чувствуете себя женщиной, женой. И хотите быть женщиной, женой. И он точно так же. Он чувствует себя мужем, неважно того, в каком вы статусе находитесь. Такой вот третий вариант. Всего вам доброго. До свидания. И до новых видео, до новых раскладов.